Орден за пьянство с алкоголизмом боролись во все времена. Один интересный способ практиковал Петр Первый. Он приказал изготовить чугунный орден за пьянство весом около 7 килограммов без учета цепи, который предназначался для особо отличившихся пьяниц. Его вешали им на шею в полицейском участке и крепили так, чтобы нельзя было снять, заставляя ходить в таком виде неделю. Мультивитамины против рака Американские ученые выяснили, что регулярное длительное употребление мультивитаминов в зрелом возрасте может способствовать существенному снижению риска развития рака у мужчин. Исследование длилось более 10 лет. За это время проводилось наблюдение за 15 тысяч мужчин в возрасте около 50 лет, которые были разделены на две контрольные группы. Первые на регулярной основе принимали мультивитамины, вторые же плацебо. В итоге ученые отметили, что в той группе, которая принимала витамины, случаев развития рака было на 8% меньше, чем в той, которой давали плацебо. Омолаживающие продукты Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты действительно способствуют омоложению организма. Список таких продуктов, состоящий из двух десятков наименований, был составлен в рамках совместных исследований учеными нескольких университетов США и Евросоюза. Он разработан на основе сделанных в последние годы открытий, связанных с биохимическим механизмом старения клеток человеческого организма. К продуктам, способным продлить молодость, были отнесены черный шоколад, чай, кофе, яблоки, черная смородина, черника, брокколи, черешня, помидоры, гранаты, апельсины, персики, сливы, малина, красный виноград, красный лук, шпинат, клубника и хлеб или хлопья со трубями. Специалисты указывают, что если другие виды продуктов, мясо, рыба, молоко или злаковое, дают организму необходимые калории, жиры и минералы, то овощи, фрукты и ягоды – биохимические элементы, предохраняющие и удлиняющие срок жизни клеток. Основные причины депрессии. Нервное напряжение. Женщины особенно подвержены эмоциональным перегрузкам. Они много работают, строят карьеру, заботятся о семье. Не забывайте находить время для отдыха и встреч с друзьями. Еще одна причина – недостаток витамина В12. Чем старше вы становитесь, тем выше риск дефицита В12. Если вы моложе 50 и лет, налегайте на рыбу, мясо, сыр и яйца. Если вы старше 50 лет, дополните свой рацион биологически активными добавками, обогащенными витамином В12. Патология щитовидной железы. Депрессия иногда может быть одним из симптомов пониженной или повышенной активности щитовидной железы. В таком случае необходимо наблюдение врача. Злоупотребление алкоголем. Один из четырех людей, которые много пьют, склонны к депрессии. Некоторые люди начинают употреблять больше алкоголя из-за стрессовых ситуаций. Ягоды от варикоза. Если вы хотите избежать варикоза, добавляйте в свой рацион шиповник, смородину, черноплодную рябину и облепиху. Они богаты витамином R-рутин, который способствует повышению тонуса сосудов и капилляров. Желательно употреблять ягоды в свежем виде. Курение старит кожу. Хорошо известно, что курение вредно влияет на кожу. Оно не только ускоряет процесс старения кожи, но и придает ей нездоровый тусклый желтоватый оттенок, который с трудом можно скрыть с помощью тональных средств. Исследования показали, что у заядлых курильщиков кожа грубеет, теряет эластичность и быстро стареет. Лучше жить на побережье. Ученые из Великобритании провели новое исследование, которое показало, что люди, которые проживают на берегу моря, как правило, более здоровы, чем живущие внутри материка. Исследование было направлено на то, как изменяется состояние здоровья населения по всей стране, исходя из теории, что чем ближе к морю живет человека, тем лучше у него здоровье. Исследование показало, что связь между проживанием вблизи побережья и здоровьем характерна даже для самых экономически неблагополучных регионов. Близость моря не только предполагает большую физическую активность, но и имеет значительное преимущество в плане снижения стресса. Проживание на побережье дает людям возможность чувствовать себя более спокойными, расслабленными и отдохнувшими, чем после отдыха в городских парках или сельской местности. Цитрусы лечат остеопороз. Американские ученые из Техасского университета A&M установили, что регулярное употребление апельсинового и грейпфрутового соков препятствует развитию остеопороза. Исследователи провели опыты на 36 самцах крыс. Одна треть животных регулярно получала грейпфрутовый сок, вторая – апельсиновый сок, а последняя – треть обыкновенную воду. Другая группа грызунов вела обычный образ жизни и служила только для контроля. Через два месяца экспериментов ученые изучили состояние костной ткани подопытных. Оказалось, что у крыс, пивших грейпфрутовый и апельсиновый сок, плотность костной ткани увеличилась, и кости стали более крепкими, чем у их сородичей. Эти фрукты богаты антиоксидантами и способствуют повышению плотности костной ткани.